Всем привет! Сегодня я покажу, как приготовить маленькие безе. Эти безе используются для украшения тортов, куличей или любых других кондитерских изделий. Этот рецепт безе настолько универсальный, что его можно использовать не только для приготовления маленьких безешек, но и для десерта Павлова или меренгового рулета. Разница будет только в форме безе и времени его сушки в духовке. Для приготовления безе подготовьте такие ингредиенты. 35 грамм белка, 70 грамм сахарной пудры, щепотку лимонной кислоты и 1 чайную ложку кукурузного крахмала. Из одного белка получается достаточно много маленьких безе, поэтому если вы не будете использовать для декора торта или куличей, то одного белка будет предостаточно. Белок я взяла комнатной температуры. На самом деле нет особой разницы, используете вы холодный или теплый белок, вы его взобьете в любом случае. Для взбивания белка подойдет обычный миксер или вот такая насадка венчик на блендер, как у меня. Белок я разбиваю в чистый стакан и начинаю его взбивать сначала на невысоких оборотах, а потом добавляю в скорость. Когда из белка начнет образовываться легкая пенка, то нужно добавить в него лимонную кислоту и сахарную пудру. Вместо лимонной кислоты можно использовать лимонный сок, в этом случае вам понадобится 1 чайная ложка лимонного сока. Сахарную пудру добавляйте частями, каждый раз промешивая белок на невысокой скорости. Затем увеличите мощность миксера и продолжайте взбивать белок до устойчивых пиков. И только после этого добавляйте укурузный крахмал. Все перемешивайте силиконовой лопаткой или миксером на самой низкой скорости. Белок для безе готов. По желанию его можно окрасить в любой цвет с помощью гелевых красителей. Я для этого выбрала лавандовый оттенок. Краситель аккуратно вмешиваю в белок с помощью силиконовой лопатки. Для отсадки безе можно использовать любые насадки на ваше усмотрение. У меня сегодня будет открытая и закрытая звезда. Вставляю эту насадку в кондитерский мешок и фиксирую его для удобства в высоком стакане. Затем наполняю мешок подготовленным безе и отсаживаю его на противень, застеленный пергаментной бумагой. Затем отправляю их в духовку, разогретую до 120 градусов. И сразу же после посадки противня снижаю температуру до 70 градусов на 1,5-2 часа. Через 1,5 часа сушки проверьте на одной безе ее готовность. Если безе будет не готово через 1,5 часа, то оставьте его еще в духовке на 30 минут. Если вся поверхность плотненькая и хорошо отстает от пергамента, то можно выключить духовку. При этом не спешите вытаскивать безе из духовки, а оставьте в ней его до полного остывания. Этот рецепт безе очень простой и самый универсальный. На его основе можно готовить маленькие безе для украшения торта или куличей или приготовить десерт Павлова. Я надеюсь, что видео было интересным и полезным для вас. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Вкусные заметки. Как всегда, жду ваши комментарии под видео и с радостью отвечу на все ваши вопросы. А я желаю вам хорошего настроения и приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok